И всем привет, ребят! С вами Мстер Баник, я и записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему бездонат-аккаунту. Уже давным-давно у нас не было ничего связанного с этим замечательным аккаунтом. Я даже, честно говоря, забыл, какая у нас по бездонату-то серия уже. 26-я, 26-я серия у нас сегодня. Быстро я зашел на канал Парачекал. Сегодня мы накопили очень хорошее количество контейнеров и откроем их. Если вам нравится эта замечательная рубрика, то обязательно забывайте поддерживать данный видеоролик лайком и, быть может, уже даже и в следующем видосе, не знаю, правда, когда он будет, мы тоже откроем конты. У нас накопилось, ну, вот видите, такое красивое число, красивая, красивая циферка. 123! 123 контейнера, из них сегодня соточку мы откроем. Сегодня у нас будет, по сути, самое большое открытие новых обновленных контейнеров, которые я когда-либо открывал. Но до этого самого замечательного открытия мы должны выполнить одну очень интересную заданку. И эта заданка называется «Выиграть один бой в матчмейкинге», дабы получить один контейнер и дабы у нас продвинулась вот эта вот замечательная миссия. Я на протяжении этих уже пяти дней захожу и забираю, ну, вернее, можно сказать, да, забираю контейнер, выполняю эту миссию. Обычные ежедневные заданки какие-то выполняются, какие-то не выполняются. Из-за того, что сейчас у нас как бы идет война, я сконцентрировал на своем основном аккаунте, дабы бить как можно больше звезд. Поэтому на бездонате мы просто заходим, забираем этот один контейнер, продлеваем заданку и, по сути, там больше особо ничего не делаем. Поэтому нам нужно сейчас выиграть 100% эту катку, дабы мы могли полноценно продвинуться дальше к 300 танкойнам. И уже после всего этого мы пойдем вместе с вами открывать наши замечательные контейнеры. Очень сильно надеюсь на то, что я сейчас этот бой выиграю, потому что если мы его не выиграем, мне придется играть еще одну катку. А еще одну катку я играть 100% не хочу. Поэтому очень сильно надеюсь на то, что сейчас моя команда меня не подведет. И у нас будут отличные шансы на победу в этом бою. Надеюсь, что они будут дефать. Перепикивать эту же катку я не буду, поэтому будем стараться выигрывать этот замечательный бой. Что касаемо звания, нам осталось всего лишь 30 тысяч до уже первой легенды. И по сути наша цель с бездонат аккаунтом от новобранца до легенды на страйкере на этом закончится. Основная цель. Но нам нужно конечно же еще прокачать дико страйкера до фула. Ну а дальше посмотрим, какая судьба ждет этот замечательный аккаунт. Быть может что-то интересное у нас будет с ним еще связано. Оно просто перерастет в бездонатный аккаунт, который уже будет легендой. Может у нас будет какая-то прокачка нового здесь вооружения. Может еще что-то. Предлагайте свои версии в комментарии к этому видеоролику. Будет интересно. Может вы что-то тоже интересное можете мне предложить. Но пока концентрируемся исключительно на дико страйкере. Докатаем каточку. Зайду в гараж, покажу что у меня тут уже по прокачкам. Как дела обстоят. Ну и качать если честно еще много чего имеется. Кристаллы тоже по сути нужны. Поэтому будет интересно что нам упадет с новых обновленных контейнеров. Быть может какие-то хорошие новые устройства дропнут. Которые в дальнейшем мне пригодятся. Кристаллы уже в большом количестве с этих обновленных контейнеров не падают. Поэтому в этом плане будет поменьше какого-то замечательного фарма. Но все равно посмотрим. Посмотрим может что-то интересное нам дропнет. Я еще большого количества как уже сказал. Новых обновленных обычных контейнеров не открывал. Поэтому может быть что-нибудь жесткое мы сегодня вместе с вами получим. Но для начала нам надо выиграть эту катку. К победе уже этот бой к слову идет. Идет очень и очень хорошо. Ну и хотелось бы чтобы эта катка вообще завершилась у нас досрочно. Было бы тоже это неплохо. 38 киллов уже есть. Я в принципе выполняю заданки сейчас тут. Параблю сколько есть, столько есть опыта. Но по сути наверное еще пару-тройку дней выполняя заданки и у меня уже будет замечательная легенда. Легенду конечно же мы запечатлим. Не знаю в каком виде мы ее будем брать. Ну скорее всего наверное просто какая-нибудь матчмейкинговая обычная катка. Если бы может быть сейчас у нас не было бы ивента с войной ютуберов. Может быть я бы даже и какой-нибудь отдельный стрим бы посвятил бы легенде на этом звании. Но сейчас я сконцентрирован исключительно на получении звезд. И меня по сути на данный период времени цели с бездонатом не так сильно волнуют. Мы по сути просто записываем либо видеоролик, либо я просто выполняю быстро какую-то одну заданку. Например на стриме со старту. И все. То есть концентрация идет на набитие звезд. Это уже после этого замечательного ивента. Я думаю что мы сможем и с этим аккаунтом тоже уже потихонечку начинать разбираться. Если бы может быть здесь были бы танкойны. И я бы приобрел бы замечательную краску за джемпера. Может быть я бы тогда бы и тут набивал бы тоже звезды. Формил бы. У нас бы давным-давно бы уже бы здесь тоже была бы легендочка. И это было бы очень и очень круто. Но танкойнов у меня нет. Соответственно возможности у меня такой не было. Если бы была бы такая возможность. Если бы я не купил бы например 30 дней према. То тогда бы у меня бы премки например здесь не было бы. А если бы не было бы у меня на этом аккаунте премки. То и как бы бить на джемпере с одной стороны можно было бы. Но сколько бы я бы там набивал бы. Я бы не набивал бы там такое большое количество звезд без премки. Плюс на одних заданках. Ну можно было там что-то бы вывести наверное. Ну ладно. Как есть так есть. Я считаю что премка этому аккаунту была намного-намного полезнее. Хотя на дистанции. Если учитывать тот факт что сейчас у нас появилась эта ивентовая война. То довольно большое количество дней я на аккаунте потерял. Да потерял. Поэтому может быть в каком-то моменте. В каком-то смысле и не совсем грамотная вещь была в моем исполнении сделана. Ну а с другой стороны все равно я очень даже вот с не таким небольшим поигрыванием на этом аккаунте все равно хорошо прокачал лего. Плюс дополнительные кристаллы получил. Лего я имею ввиду именно звание к легенде. Поэтому в общем и целом наверное я доволен тем что я сделал такое решение. Но было бы больше танкоинов тогда бы мы бы еще бы просто приобрели бы красочку за ютубера. И еще бы на ней бы тоже бы наиграли хорошее количество. У меня было бы например 2 аккаунта с хорошим количеством звезд. Просто за заданки фармиться очень и очень неплохо. И в целом так бы за бои бы тоже что-то заработали. Ну ладно. Это уже так. Отступление. Давайте концентрируемся на этом бою. Стараемся выиграть его. Уже 87 киллов у нас есть. Это 100% выигранная катка. Без особых проблем для нашей команды. Я конечно же этому очень и очень рад. Что победа у нас здесь будет не так часто. У меня прям первая катка без перепика. Хорошая, удачная, в которой я могу все выполнить. И при том, что у меня еще было 2 ежедневных заданки в этом режиме. Это вообще суперская темочка. Еще сверху 100 звезд получим. Еще какие-то кристаллики. Получу с звезд за челлендж. И это конечно будет неплохой дополнительный бонус. 500 очков я уже почти набил. Нам осталось 50 киллов. Давайте стараться добивать все это дело. У меня будет сейчас еще овердрайв. Противники довольно слабые. На васпиках ребяточки маленькие играют. Пожжмем сейчас овердрайв нашему тиммейту. Попробуем здесь критовый выстрел хороший выдать. Раз, критовый выстрел два. Третий, к сожалению, по дому залетел. И скорее всего он бы наверное не был бы уже с критом. Но нормально. Пойдет. Хорошо. Еще добавочка. И еще сверху по васпику. Викинга добиваем. Остается 40 киллов. 40 киллов в 6 минут. Я кстати думал, что мы на эту катку будем здесь без досрочки катать. Будет довольно долго. Сводка это конечно же ошибочка. Поэтому быстро переходим на обычные выстрелы. И стараемся уничтожить вот этого замечательного Викинга. Аптечки еще жмет. Ничего себе. Это богатые игроки какие-то. Аптечки это что-то на богатом. Не у каждого игрока здесь есть большое количество расходки. Чтобы он вот так вот аптечки прожимал. Да, у меня конечно кстати на бездонате очень хорошее количество расходки. На дропал из контейнеров. У меня кстати есть еще ультра контейнер. Но мы их сегодня открывать не будем. Ультра контейнеры я оставлю на какой-нибудь особый случай. Быть может еще что-нибудь где-нибудь у меня нафармится. Эти ультра контейнеры я заработал исключительно с супермиссией. Хорошие были у нас супермиссии. Довольно простые. В каждом режиме надо было набить по 1000 очков. Мне ребята даже помогли на стриме. Где-то за часик с копейками. Там за час 20, час 30. Выполнил все заданки на этом аккаунте. Я вообще так удивился, что быстро можно было это все сделать. Но, как я уже сказал, не без помощи. Не без помощи. Ускорили мне процесс. И я конечно этому был очень и очень рад. 20 киллов осталось у нас. 10 минут мы уже играем. Этот замечательный бой. Ребята какие-то у нас уже разыгрались. Уже стараются бить много киллов. И делают это довольно таки успешно. Это не может не радовать. Мы еще быстрее завершим эту катку. И у нас кстати где-то здесь будет голд сейчас. О, вижу. Видите какой красивый золотой ящик. Посвященный китайскому новому году. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо. Еще и тысячоночку себе в копилку забираем. Такую тысячу. Приятно взять. Красивая она. Очень неплохо. Супер. Плюс тысячоночка есть. 7 киллов у нас остается. 39-очку я дал. Почти треть киллов. За такую катку у нас получилось набить. Хороший страйкер сейчас попал первый. По оппоненту. Так. 6 киллов. Давайте бойцы. Я верю вас, что мы можем быстро их закончить. 2000 крит. Отлично. Еще накидка. И еще накидка. Ну и давайте. Может я сейчас уже респонусь и добьется. Добьются киллы бойцы. Бойцы. Давайте добейте киллы, please. Я бы уже еще быстрее бы закончил бы. Нам еще открывать целых 100 контейнеров. Первое открытие на этом аккаунте будет, друзья. Конечно же по единичке. Конечно же по единичке. Мне хотелось бы потестировать, посмотреть, как оно вообще будет дропать. Нифига себе 4000 за такую катку заработал. Получается, если были бы повышенные панды, то я бы сейчас получил за этот бой 8000 с копейками. Плюс еще 2 контейнера здесь мы забираем. Вообще бомбово. Так. Ну и у нас осталось 4 дня. 4 дня и 300 дополнительных танкойнов я получу. Это очень и очень неплохо. Так. Ну и приступаем. Приступаем к открытию контейнеров. Будем открывать по единичке. Главное, чтобы у нас 26 контов осталось. Открывать будем довольно быстро. Ну и смотреть, какие свечения у нас будут дропать. 3 белых подряд. 4 белых по 1000 подряд. Не забывайте, что раньше в белом свечении было 3 с половой. Сейчас это простая обычная 1000. У нас уже 7 подряд белых свечений. Очень великолепно. Одно зеленое и опять продолжение белых. 3000 зеленого. Ой-ой-ой-ой-ой. Раньше зеленого. Это десяточка была. Десяточка. То есть зеленое это как белое, да? Фриз ядовитый упал мне. Под фриза ядовитого и новый скин как бы был бы неплохо. У меня его конечно же нету. Одно фиолетовое есть. Но уже неплохо. Уже неплохо. Все говорят и все жалуются, что очень-очень плохо падает с этих замечательных контейнеров. Если вы открывали эти контейнеры, то скажите, что вам дропнуло. Дропнуло ли что-то хорошее? Если дропнуло что-то годное, что-то крутое, что-то аппетитное, сочное, то скажите, поскольку вы открывали по единице, по 5, по 15. Было бы тоже интересно узнать этот момент. Но тысяч падает очень большое количество. Десять тысяч кристаллов. Благо мне не может упасть никакой МК-1 корпус пушка, потому что я их всех скупил. И к слову, вам тоже советую это сделать, если у вас что-то до сих пор есть. О, золотое. И что тут? Краска глазунья. Краска упала. Я думал, что-нибудь интересное. А тут у нас красочка такая дропнула. Глазунья. Но золотое уже неплохо. Красного у нас быть теперь не может. Поэтому, грубо говоря, я самое редкое свечение сейчас с этого контейнера выбил 3000 кристаллов. Кстати, я не запомнил, сколько у меня было кри. Можете, друзья, в комментариях тоже написать, кто следит за цифрами за статой. С любовью красочка. Краски вроде как дешевые, я тоже скупал здесь на бездонате. О, второй фиолет. Уф, ничего себе. Неплохо. На Крусейдер иммунитет от оглушения. Эмми, конечно, либо пробитие было бы еще лучше, но тоже неплохой вариантик. Так, 100 ремок. Зайдем, посмотрим, сколько у меня контов. О, еще половина контейнеров осталось. 3000 кри. 3000 кри. Ну, дропы видите сами, да, какой. Белых свечений очень много. А в белом у нас падает непосредственно 1000. Ну, и есть, видите, такие 3000 контейнер на 3к кри. Тоже неплохая вещь. Контейнеры я с витрины, конечно же, все забираю. 100% это выгодная вещь. Вы видите, вот так вот просто может вам десятка упасть, 100 ремок. И все равно это всегда плюсовая тема. Потому что там за 1300 кристаллов у вас есть возможность его приобрести. Расходку мы также приобретаем оттуда. Цена очень и очень маленькая. И я считаю, что лишняя расходка для бездонат аккаунта точно не бывает. Поэтому я покупаю. 51 контейнер. Еще 25 контейнеров осталось. 25 контейнеров. 100 ремочек. 1000 кристаллов. Ну, кристаллы это дефолт. Это дефолтик. То есть повышенных 3 пасиков. Бронечки еще сотик. Опачки. Громчик адреналин. Интересное устройство. Жалко. Ну, вернее, не жалко. Как бы оно мне просто не надо. Но так упало и тоже хорошо. Посмотрим, кстати, сейчас откроем. Посмотрим, что у меня вообще по свечениям осталось. Что еще может здесь дропнуть? 36 контов. Осталось десятка. Раз. 10 контейнеров. Одно золотого пола. 2, 3, 4, 5. Только кри. 6 тысяча. 7 тысяча. 8 тысяча. 9. Мины. И 10 тысяча. Кстати, мины я бы добавил тоже в белое свечение. Мины максимально бесполезны для меня. Так. По свечениям. По... Ой-ой-ой-ой-ой. Офига. Вы видели, сколько мне падало? Сколько мне падало кристаллов? Сколько мне падало аптечек здесь синего свечения? Могло падать. Вот видите, какое большое количество разных красок. Ну и плюс еще устройств. Гром мне упал на адреналинчик, да? Ну и упало мне с фиолетового Крусейдер. Упал на оглушение. Предметов здесь, конечно, дай бог каждому. Это просто ужас. Как-то так. Ну и золотого краска. Глазунья. Последняя краска, которая стоит в этом списке. Прикольно. Прикольненько. Как-то так, бойцы. Как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу открытия этих контейнеров. Я скажу, что дроп значительно хуже. Это 100% ни для кого не секрет. Я уже сто-то раз говорил это и в видеороликах, и везде. Поэтому здесь уже удивляться, наверное, нечему. Но было интересно посмотреть, сколько у нас выпадет, вообще каких свечений. Одно белое. Ой, одно белое, говорю. Одно золотое и два фиолетовых со 100 контейнеров по одному нам дропнуло. Пишите, что вам падает с этих контейнеров. Ну и пишите, поскольку вы их открываете. Это первая тестируемая соточка на безданат аккаунте. Быть может, наберем 200 лайков на этом видосе и откроем следующую сотку контейнеров. Вот такой вот челлендж я быстро сейчас придумал. Поддерживайте видео с лайком. Подписывайтесь, друзья, на канал. Если еще вы вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был Мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok